Подводим итоги матча. Дисперадос Мэтт. Победа Бешеных со счетом 5-1. Павел Ефимов, Николай Мазепин. Павел, поздравляю с победой. Рассказывай, какой план был на игру, что получилось, что нет. План был один выиграть. Вот что удалось сделать. Поэтому спасибо пацанам. Волшебная игра. Прям по всем аспектам игры очень понравилась. Прям движение, контроль мяча, азарт, исполнение. Еще плюс много нереализованных моментов. Были сильнее соперника, заслуженно победили. Какой уже матч подряд пропускает Иван Леваку. Увлекся он командировками за сборную России. Как без него? Как справляешься на тренерском мостике? Ну, видимо, неплохо. Поэтому как бы... Две игры, две победы. Две игры, две победы. Заместитель Ио Ивана справляется со своими обязанностями. Ну, на самом деле, если без шуток, то пацаны просто молодцы. Две последние игры хорошо провели. Ну, прошлая игра, она хорошая, но соперник приятно констатирует, что он не уровня Мэда просто на данном этапе был. Но к Мэду есть все равно какие-то замечания. Ну, не какие-то, а конкретные. Это реализация голевых моментов. То есть создаем много, реализуем тоже много, ну, если касаться двух игр. Но при этом еще много моментов не реализовано. То есть ребята из группы Атаки могли бы возглавлять там и списки среди пасующих, и среди голов. То есть не добрали именно лишних очков, скажем так, ребята из группы Атаки. Ну, это в целом позитивно, приятно. Сегодня прям вообще восторг, вот честно. Я бы восхитительные прям слова. Вот кто будет отдельную игру смотреть, прям, блин, по всем аспектам очень круто. Очень рад. К сожалению, в левом углу нашего ринга не все так радужно. Дисперадос уже не может сколько? Пять матчей победить, две ничьи, три поражения. Плотно обосновался в зоне вылета. Николай, что происходит с командой? Команда сейчас переживает, я даже не могу назвать этого слова, это переживает последствия, так скажем, рока, который на него возложился, что, наверное, с начала чемпионата наша оборонительная линия, по моему личному субъективному мнению, ни одного матча не провела в боеготовном составе. А это, что когда наш капитан находится в центре обороны, я играю на своем месте, ну и левый фланг тоже закрыт определенными людьми. И поэтому и такое количество голов. Но они говорят именно в общем, наверное, ну и плюс, наверное, не знаю, там давлеет. Все-таки мы никогда не были особо в таких, со временом Суперлиги, в таких, так скажем, низах. Может быть, и на это еще психологически ребят давят. Но, тем не менее, могу сказать, если брать отдельно взятую эту игру, то что даже в таком составе, где даже я, мне приходилось играть не на своей позиции, а это именно в опорной зоне здесь, мы просто действительно первый тайм, я считаю, отыграли очень прилично, исходя из кадров, исходя из тактики, которую мы выбрали на этот матч. Потому что понимали то, что из-за обрезанной скамейки и из-за состояния ребят, которые тоже вот у нас Григорий три недели не играл, я три недели не играл, у нас одна замена. И это было ясно и понятно, что физически мы во втором тайме опять сядем. Ну, что и получилось. Но все-таки в нашу, так скажем, не оправдание, но действительно три мяча были, два мяча были ребятами из Мэда забиты непосредственно с наших грубых ошибок, а это в центре поля человека съедают, и уже бежит атака три в одного. И так было два раза. И вот один очень классный гол, который, мне кажется, должен попасть куда-то в топ, когда вот здесь вот недавно Шахтер играл с Риал Мадридом, вот там маленький есть футболист черного цвета, вот он как пешек вот так вот в штрафной людей вводил и гол забил. Вот у нас примерно такая же была ситуация, с наших троих один всяко ввел и забил гол. Так вот, ну, очень красиво, но не позволительно такие гол пропускать. Я думал, ты заметишь гол Гуза первый, когда он забил, он там ножницами боковыми. Так это не привоз, вот это именно хороший гол. Да даже если бы не было этих трех голов, все равно счет был бы 2-1, потому что мы все-таки сегодня пытались, ну, созидать нам было сегодня тяжело. Мы пришли, чтобы, грубо говоря, постараться что-то зацепить отсюда с этого матча. Так, ну, уже много обсуждаем, что со сборами, где люди, неужели парни опустили, уже руки не ездят, где, почему одна замена, почему две замены, где все топы травмированы, но мы поняли, что Абрамов ушел, хорошо, где все остальные? А кого тебе не хватает? Даня, вот он все матчи играет сломаны, вот он сегодня приехал перед игрой, дал установку, ребят, он приехал, ему нужно было уехать по делам. Он не может, у него спина кривая, колени, он уже не может, как бы, вообще, вот он не может больше играть. Это наш лидер. Зорин на работе. Вот Гриша после болезни приехал, двоих вот новеньких подтянули, вот они и приезжают. Крайний там, Пащ, ну, у него там тоже свои моменты, он один из сильнейших наших там, крайних. Вроде как бы, вот основа, если бы приезжала бы, и еще бы наращивались вот новенькие ребята, хорошие, кстати, ну, такие вот ребятки, было бы нормально. Ну, вот, как-то вот, какое-то угрыше, это рок. Это рок этого, вот этого однопалочного сезона. Однопалочного сезона, хорошая формировка, но как бы не встретил новый сезон Деспирадо с дивизионе ранга ниже, все к этому идет. Паш, насколько Мэду не хватает Павла Ефимова на поле? Ну, как показывают, в играх вообще 0%. Ну, то есть, леди забивают, а сколько, 12? Какие вообще могут быть вопросы? Павел Ефимов неплохо с бровки там подсказывает, вот интервью дает более-менее качественные мне выходы. Хотелось верить, поэтому 0%. Тебе не обидно или все-таки ты рад за команду, что он даже без тебя шикарно играет? Вообще, никогда ничего такого не испытывал. То есть, это моя команда, моя семья, мои друзья. Сейчас она немножко обновилась, у нас появились новые друзья, что очень-очень приятно. И ребята, пришедшие в этом сезоне, вливаются в коллектив просто шикарно, идеально, со всеми очень хороший контакт. Вот, поэтому просто класс. Я рад сидеть на самом крайнем месте на бровке и просто аплодировать, как Густам кладет через себя. Или Серега Филисанов обыгрывает троих и дает. Блин, я просто за парней рад. Блин, пожалуйста, пусть забивают, получают удовольствие, приносят мне позитивное настроение. Если мне там будет отведено минута-две, я буду своему времени всегда рад. Ну и плюс у нас есть тренировочный процесс, как бы на котором я в последнее время отсутствую. И, естественно, как бы человек, который не ходит на тренировки, не может играть. Только это... Есть только несколько личностей в команде, да, пустовой, кто не ходит и попадает в состав на постоянной основе. Ну, главное, чтобы ты приносил результат. Вот, тогда замечаний никаких нет. Заключительный тем вопрос. Посмотрел твое прошлое интервью и услышал, что у Мэда есть притязания на возвращение в Суперлигу. И Иван Леваку об этом говорил. Это действительно Мэд хочет в Суперлигу вернуться, потому что... Ну, естественно, Мэд бы не существовал. Мэд же мог играть в Суперлиге. Мэд же выиграл Премьерлигу, но почему-то не пошел. Почему сейчас такие притязания вернулись? Ну, потому что обновилась команда, появился тренировочный процесс, поменялась стратегия игры, появился тренер, появились молодые ребята. Мы уже не только своим, да, костяком, которым всю жизнь играли. Забыл мысль свою. Вот, в целом, Мэд одна из... В любительском футболе одна из самых долго существующих команд. И у нее огромная история. И, естественно, у нее всегда есть, были и будут притязания, пока костяк живой. Вот, это и по любителям, и в дальнейшем это будет по ветеранам. Мэд всегда будет существовать. Желание вернуться есть. У нас есть, ну, происходит сейчас перестройка. Вот, как бы, я думаю, вряд ли, даже если в этом году мы займем высокое место, что, ну, я бы не... Я буду голосовать за то, что не идти, потому что нужно какое-то время, чтобы обкатать игру. То есть много нюансов, которые их нужно подготовить, чтобы начать биться с теми командами, которые там сейчас есть. Потому что уровень Суперлиги вырос за то время, за время нашего отсутствия в нем. Вот, поменялись уже лидеры, да, какие-то команды. Некоторые люди утопили с лица их земли, скажем так. Вот, поэтому наигрываем новую игру, новых людей обкатываем. Желание есть. Надеюсь, что через сезон мы покажем хороший результат, выиграем ту лигу, в которой находимся, и смело заявимся туда, где будем стараться покусать уже, получается, такой... Это уже гранды, скажем так, любительского футбола. Вот. Ну, я всегда, Мэтт считал, сильной командой. И для нас играть по Суперлиге гораздо легче, чем играть с лигами в лигах ниже, потому что вот у нас есть такая проблема, что мы не умеем показывать свой класс. Но при этом у нас хороший боевой коллектив и с характером у нас никогда не было проблем. Вот. Поэтому... Паша, как сегодня красноречив. Как красноречив. Николай, ну, Дисперадос существует, наверное, не намного меньше Мэда, может, даже и больше. Вот Паша говорит, что в какой-то момент команде понадобилась серьезная перестройка, да, чтобы ее там сохранить, не сохранить. Дисперадос сейчас 8 очков, зона вылета. Это шансы, по моему мнению, на самом деле, ну, по игре, по кадрам невелики, сохранить прописку. Я могу ошибаться. По итогам у тебя мысли не закрадываются, что, может, нужна какая-то... Нужна серьезная, серьезная перестройка. А что значит серьезная перестройка? Это просто набрать народу побольше или что? Ну, просто я не вижу. Ну, как бы, если качественно, кого-то добавляйте, в этом есть смысл. Ну, если кого-то там абы кого пихать, да не вижу я смысла, понимаешь? Не, ну вот мы сейчас взяли не абы кого, взяли там 6-7 сильных футболистов, молодых, которые сейчас очень хорошо смотрятся, и ветераны вместе с ними так все выглядит полноценно. Да-да, молодцы. Видимо, у них есть откуда брать. Я не знаю, там откуда они черпают. Как бы у них там есть тренировочные процессы. Ничего себе. Да нет, что я тебе могу сказать, что я как бы был себе привержен все-таки действительно костяка, и потихонечку один-два каких-то до заявки. Да, хватает, не хватает. У тебя есть один-два. Кстати, да, вот действительно, что я могу сказать по поводу, что это реально фиаско. Единственное, что вот одно из последних наших светлых пятен у меня китаец ногу сломал. У меня китаец ногу сломал. Это просто фиаско. Кто-то сглазил дисперадос. Рок просто. Потому что у нас баскетболист еще. Это просто пипец. Ему только дай вот там такое пространство. Он бежит, и все было бы хорошо. Ну вот и это, понимаешь. Ну, посмотри, у нас действительно как-то все поломаны, переломаны. Даже нет времени что-то сделать. У нас такого реально никогда не было. У нас ладно, кто-то один травмировался, там была какая-то замена. Сейчас как-то у нас все какие-то такие ни два, ни полтора. Закрадываются мысли. А что закрадывается? Мы в зоне вылета. Мы будем до упора бороться. Там фиг его знает, что там будет. Понимаешь, там все. Я смотрел, как бы. Я увидел то, что сейчас у всего низа игры сверху. Посмотрим, как бы нам 11 место. Что нам? Сколько игр осталось? Четыре? Ну, надо вот. Сейчас у нас есть шансы на это. Ты должен, ребята, мотивировать. Потому что тут, кстати, заключительный вопрос. Там уже засиделись. Почему сложно вернуться командам? Вот я общался там с Ангелором, с Невским. Все планировали, да, там вернуться обязательно. Сейчас смотрю таблицу. Ангелор внизу и Невский внизу. И тяжело стать чемпионом. Выше это, по-прямям, будет в мотивации? Ну, в смысле? Ты выходишь, у тебя-то дизмораль. Ты спускаешься. А те команды, которые там остались, например, со второго места, я с ним фигурую у них там. Они мотивированы, чтобы в этом сезоне в первое место занять. Это дело профессионализма, внутреннего какого-то характера, комплектации, вот эти внутренние, вот эти кухни и команды. Мне кажется, что если неком нет того человека, который сможет собрать их в сбучку, вздрюкнуть, тогда вот они и все и плывут. Типа, ну, нормально, все уже, ничего не можем. Я даже об этом не буду говорить. Когда будет прецедент, если даже так случится, будем уже общаться и ставить цели. Здесь, как бы, мы еще четыре игры есть. Это значит, что есть шанс 12 очков зацепить, и это больше, чем у нас сейчас есть. Так что шансы еще есть, я думаю. Спасибо, ребят. Спасибо.